СТРАНА КРАСОТ Одно из самых богатых флорой и фауной мест на планете. Приютившие 10% всех видов животных на Земле. Жизнь в дикой природе – это постоянная борьба за существование. Но в наши дни дикая фауна вынуждена сражаться за выживание в условиях уничтожения ареалов и распространения человеческого воздействия. Таиланд славится своей сияющей столицей Бангкоком. Роскошной кухней, монахами в шафрановых одеяниях, экзотическими пляжами и известной на весь мир ночной жизнью. Но мало кто знает о сокрытом сокровище и тайной жизни этой старинной азиатской цивилизации, граничащей с Камбоджей, Лаосом, Малайзией и Мьянмой. Дикая природа Таиланда. Часть первая. При среднегодовых температурах свыше 30 градусов Таиланд является одной из самых теплых стран мира. Прохлада приходит лишь от осадков во время сезона дождей. В этих условиях пышно произрастают древние дождевые леса. И процветает один из самых загадочных их обитателей – большой индийский носорог или калао. Любители фруктов и прекрасные охотники, калао – одни из самых крупных и сильных птиц в лесном сообществе. В Таиланде обитает не менее 30 различных видов калао. Один из них – шлемоносный носорог. Другой – азиатский белохохлый калао. Вот это – коричневый птицы-носорог. А это – непальский калао. Самый мелкий вид, индийский пирожковый носорог, питается в основном различными видами инжира или фигового дерева, которые плодоносят на протяжении всего года в лесу. Часто растущие корни фигового дерева окружают ствол дерева хозяина и в итоге убивают его. Инжир очень полезен для калао, а также для других птиц и животных. Но это дерево также прозвали удушающим деревом – паразитом. Единственная угроза, которой стоит помнить, живя в раю, это бинтуронг, которого прозвали кошачьим медведем. Хотя они, как правило, питаются фруктами, они не отказываются также от яиц и от маленьких птиц. Скрыться от хищника легко. Бинтуронг упустил свою возможность. Придется довольствоваться инжиром. В лесном пологе вновь воцарился мир. Нет ничего лучше того, чтобы немного вздремнуть после обеда. Сегодня менее 26% территории Таоланда покрыто лесом. Эта цифра сократилась в 60% всего за 5 лет. В более темном подлеске, куда пробивается лишь небольшое количество света, встречаются необычные и редкие паразитические растения. Среди них открыты недавно и малоизученные деревья, чьи листья становятся красными раз в году. Они буквально светятся на зеленом фоне. Для тропических лесов характерно большое количество осадков. Почти половина всех животных и растений обитает в дождевых лесах. Времена года сменяются либо дождем, либо почти невыносимой жарой и засухой. То же происходит и с ландшафтом. Бесконечные тропические дождевые леса, живописные отвесные горы. Плодородные земли, усеянные деревьями. Для взрослых самцов Калау настал напряженный период. Конец сезона дождей. Он ищет подходящую партнершу над пологом леса. Из-за редких кроющих перьев ветер проходит через маховые перья, производя шум наподобие звука движущегося локомотива. В воздухе начинается ухаживание. Как и подобает истинному джентльмену, самец приносит подарок для своей суженой. Инжир, разумеется. Соблазнить самку – задача непростая. На это может уйти много дней и ночей. Но в эти дни они не одинокие. Раз в году Калау собираются на несколько дней, чтобы завести знакомство и найти партнеров. Их скопление насчитывает сотни, иногда даже тысячи особей. Субтитры создавал DimaTorzok. На протяжении этих напряженных дней самец должен неоднократно проявить знаки внимания. Он трется к клювам по саму, заигрывает, прикасается к ней, даже целует ее, по крайней мере, так может показаться. Похоже, она ощутила его страсть. Наконец, она принимает его ухаживание, нехотя продолжая казаться недоступной. Происходит обмен новыми подарками. Самец хранит в своем забу до 20 фиг и способен срыгнуть их, когда понадобится. На краю дождевого леса другой ландшафт открывает свое великолепие. Пастбище, усеянное деревьями, покрывает землю. Здесь обитает стадо самых крупных сухопутных млекопитающих на планете. Дикие слоны. Символ мудрости в восточной культуре, славящейся своей памятью и интеллектом. Сегодня в стране живет всего около полутора тысяч диких слонов. Азиатский слон – необычайно умное и смышленное создание. Он способен проявить целый ряд эмоций, таких как радость, игривость, скорбь и печаль. Они проводят до 16 часов в сутки, поедая растения, поглощая до 300 килограммов пищи каждый день, для того, чтобы выжить. Слоны сосуществуют в мире с азиатским буйволом – гауром. Мускулистая, парнокопытная, весом в одну тонну, сильная и массивная. Гауры живут малочисленными стадами – от 8 до 11 особей с одним взрослым быком. К стаду могут присоединиться и другие самцы, переходящие от стада к стаду и спаривающиеся с несколькими самками. Слоны обожают воду. Они пьют ее и охлаждаются в ней. У самца-слона на другом берегу маленького болота гон или муст. В этот период самцы становятся агрессивными. В это время он способен убить любого, кто встанет у него на пути. После водных процедур слоны забрасывают себя грязью, чтобы защитить кожу от солнца и создать защитный слой от насекомых. Самец во время гона ведет себя агрессивно. И поэтому самки образуют защитное кольцо вокруг молодняка. Хотя самец и решает отступить, по крайней мере на этот раз, стадо слонов и молодняк ищут укрытие в лесу. На болоте иногда можно встретить оленей-зомбаров, обычно живущих небольшими стадами от четырех до шести особей, с одним оленем-самцом. Взрослая самка и ее молодняк. Иногда самцы втыкают рога в пропитанную мочой почву и трутся ими о деревья, помечая свою территорию. Он также метит и себя, направляя струю мочи прямо себе в мордочку с помощью особо подвижного пениса. Зомбары мирно сосуществуют с большинством видов, которые заняли прилегающие к болоту территории. Однако есть у них и враги. Наиболее опасные для зомбара хищники – это тигры, леопарды и азиатские красные волки. Самец собирает свое стадо на маленьком островке посреди болота. Он предпочитает защищать свое стадо от хищников на мелководье. Защищая свое стадо, самец стучит копытами и издает гулкие звуки, которые отпугивают волков и предупреждают других членов стада об опасности. Он пытается увезти хищников от своего стада. Красные волки могут напасть в стаи, но по какой-то причине они отступают. Возможно, для них сейчас слишком жарко. Или же они недостаточно голодны, чтобы приложить усилия. Они решают дождаться другой возможности. Наступил брачный период. Когда у самки течка, самец будет круглые сутки подходить к ней сзади до спаивания. Без амбаров поразительный слух и обоняние. Они необычайно развитые и позволяют засечь хищников и соперников. Появился другой самец. Соперник. Меряя друг друга взглядом, оба самца занимают позиции для неизбежной схватки за доминирование. Во время боя с соперничающими самцами зомбары сталкиваются рогами, пытаясь оттолкнуть друг друга. Меряя друг друга взглядом, оба самца занимаются рогами, пытаясь оттолкнуть друг друга. Похоже, битва неподалеку вдохновила этих двух слонов. Из соревнований на звание сильнейшего лишь один выходит победителем и один проигравшим. Жара и влажность приводят к кардинальной смене погоды. В отдалении гремит гром. Муссонный дождь питает тропическую флору и фауну. Но даже дождь, похоже, не способен остановить схватку зомбаров. И тем не менее, нарушитель границ в итоге признает свое поражение. Доминирующий самец продолжает ухаживание. Чужак вынужден ждать следующей возможности. Палящее солнце разгоняет тучи после дождя. Все на болоте возвращается в свое русло. Однако чего-то не хватает. Или, возможно, кого-то. Красным волкам удалось забить юного зомбара. И теперь они отдирают куски плоти от его молодого тела. Самцу-зомбару остается лишь наблюдать. В этом скрытом уголке отдаленной территории показалось странное и редкое строение. Неглубокая пещера с рисунками и отпечатками. Подобно древней наскальной живописи. Но это постройка слона, сотворенная хоботом, а не руками. Слоны вырыли огромную яму в земле в поисках соли. Важной пищевой добавки, которую, очевидно, они нашли только здесь. На протяжении многих лет эти удивительные млекопитающие раскапывали яму, ставшую внушительной пещерой. Они приходят сюда каждую ночь. Взволнованные и уязвимые перед нападением раскапывают пещеру ради жизненно необходимой соли. Похоже, это популярное место у слонов. Буэнг-Бурапет Буэнг-Бурапет Сочетание зарослей тростника, болот, поросших лотосами, пастбищ и пышного леса делает эту территорию прекрасным местом для наблюдений за птицами в любое время года. Здесь часто можно наблюдать водяного фазанчика, птицу семейства екановых. Эта загадочная птица уникальна тем, что является единственным представителем своего рода. Также здесь встречается малый пегий зимородок. Он выжидает, чтобы поймать свое любимое лакомство – рыбу. Это султанка. Ее также называют султанская курица. Она известна своим громким пронзительным криком. Водяные фазанчики полигамны. У самки бывает одновременно до четырех самцов-партнеров. Период размножения у них длится с марта по сентябрь. Каждый из самцов вьет гнездо из плавучих растений. После спаривания настаёт время для чистки перьев. В тропическом дождевом лесу произрастает много разнообразных деревьев. Подобно образцам абстрактного искусства, они причудливо тянутся в небо. В пологе дождевого леса бурлит жизнь, шумная и крикливая. МАРТЫШКОВЫ Они на них похожи. И те, и другие приматы. Члены семейства человекообразных обезьян. Дальний родственник гориллы, шимпанзе, орангутанга и человека. МАРТЫШКОВЫ А вот это представитель надсемейства мартышковых, макака. Один из пяти видов макак, населяющих Таиланд. Если не считать людей, макаки являются самыми широко распространёнными приматами в мире. МАРТЫШКОВЫ Короткохвостный макак с красным или розовым лицом и желтоватыми детёнышами. Любопытного детёныша, короткохвостной макаке, всегда интересует, что делают другие. МАРТЫШКОВЫ Ассамский макак – чрезвычайно социальный вид. Его представители проводят много времени, занимаясь личной гигиеной, отыскивая друг у друга в шее, насекомых и другие лакомства. Очковый лангур. Мех у новорождённых светло-изжелто-рыжий. Когда им будет около трёх месяцев, он посереет. На мангровых топях вдоль тропического побережья обитают другие макаки Таиланда. Макаки-крабоеды. Их прозвали крабоедами, поскольку иногда они поедают крабов, которых находят на пляже. В последнее время они также стали питаться остатками человеческой пищи. Макаки-крабоеды. Макаки-крабоеды. Есть много способов пересечь реку. Некоторые макаки прыгают прямо в воду. Кому-то нужно измерить температуру воды, прежде чем совершить большой прыжок. А эта самка, ставшая матерью, похоже, остается как капитан тонущего корабля. Макаки кормятся фруктами, травой, корнями или корой. Ввиду их анатомического сходства с человеком, макак резусов используют для проведения различных исследований и тестов продукции. Включая разработку вакцины от оспы, полиомиелита и бешенства, а также разработки медикаментов для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Взрослые макаки прекрасно прыгают. Но у этого детеныша это тоже выходит естественно. Как и в гимнастике, для выполнения упражнений на разновысоких брусьях требуется опыт. И самцы, и самки вступают в беспорядочные связи, спариваясь множество раз с различными партнерами. Ассамские макаки, как правило, живут в районах Высокогорья, обычно выше 500 метров над уровнем моря. Как и все макаки, они кормятся фруктами и живут группами от 10 до 50 особей. В свободное от осна время они кормятся, взаимодействуют друг с другом и вычесывают себя. Однако самка, спаривающаяся в среднем с четырьмя самцами за сезон, рискует навлечь на себя гнев доминирующего самца. Вскоре снова воцаряется мир, и жизнь продолжается. Как ни в чем не бывало до следующего раза. В воде макаки, как правило, скрываются от опасности, понижают температуру тела. Водоросли, случайных мелких насекомых или рыбу. После пяти долгих дней ухаживаний самка Калау, наконец, позволяет самцу спариться с ней. Она осматривает гнездо, которое выбрал для нее самец. Оно выглядит приемлемым, но самка тут же начинает его переделывать. Теперь самец несет полную ответственность за кормление, уход и защиту своей партнерши и будущих птенцов. Он кормит ее, срыгивая еду по одному куску. Еще одна обязанность. Ил и глина собраны. Самка использует глину, чтобы заделать вход в гнездо и не позволить хищникам напасть и съесть яйца или птенцов в будущем. Самки и самцы водяных фазанчиков поменялись ролями. Самка защищает троих и более самцов. А на самцах лежит обязанность высиживания яиц и родительской заботы. Самка охраняет гнездо. Самка большого индийского носорога провела 35 дней высиживая два яйца. Самец постоянно ищет пищу для партнерши и будущих птенцов. Это отцовская забота. Два маленьких птенца Калау увидели дневной свет. Чудо в тропическом лесу. По мере роста птенцов, их потребности в пище возрастают. Им требуется больше того белка, что содержится в инжире. Самка отвергает то, что принес самец. Он должен выбросить фиги и срыгнуть что-то более подходящее для растущего птенца. Например, насекомое. Через три месяца птенцы становятся взрослыми. Гордый отец осматривает растущий в его гнезде молотняк снежной заботы. Еще одно чудо на озере Буянг-Бурапят. Два птенца уже вылупились из яиц. Третий все еще пытается покинуть свою скорлупу. Субтитры создавал DimaTorzok Скорлупу уносят, чтобы запах не привлеклся. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительно, но едва вылупившись, птенцы уже умеют бегать, плавать и нырять. Однако, иногда суровая действительность слишком тяжела для новорожденного птенца, водяного фазанчика. Вылупившись, птенцы могут пробыть с самцом до двух месяцев. В северной части Таиланда расположен горный массив Дой Чангдао. Одно из самых высоких мест в стране с живописными отвесными скалами высотой до двух тысяч метров. Отсюда. Одним из немногих животных, которые способны выжить в этом холодном и неприютном крае среди остроконечных скал и крутых утесов, является Восточный Горал. Подобно артистам балета, они изящно перепрыгивают с одного утеса на другой. Горал питается различными растениями, травами и листьями деревьев. Как правило, они живут небольшими стадами от четырех до двенадцати особей. Период размножения длится с ноября по декабрь. Самка производит на свет лишь одного детеныша. У горалов очень немного естественных врагов, поскольку их место обитания непригодно для проживания большинства животных. Проверка друг друга – это скорее игра, нежели угроза. Самка Калауэ и один из птенцов покинули дупло дерева, оставив другого в гнезде. Расстояние от дерева до земли, должно быть, вселяет ужас. Птенец медлит. Вероятно, он ослеплен внешним зеленым миром. Самка пытается выманить его, держа инжир в клюве. Вход в гнездо частично заделан глиной, поэтому птенцу трудно вытолкнуть себя оттуда. Начавшийся дождь становится суровым приглашением в действительность. Обитатели тропического леса всегда рады дождю. По крайней мере, большинство из них. Птенцы Калауэ остаются под присмотром родителей до полугода или до начала следующего брачного сезона. Как всегда, по окончании дождя наступает приятная прохлада и свежесть. Будто знаменующее новое начало в тропическом дождевом лесу. Новое утро. Зародилась новая жизнь. На свет появились новые осени. На смену приходит новое поколение. На эволюцию видов ушли миллиарды лет. Остается надеяться, нам удастся сохранить их. Субтитры создавал DimaTorzok